Я вот вчера думал о том, что бы было сейчас, если бы пришел бы Владимир Семенович к нам сейчас, как бы я спел повел. Я не знаю, я, наверное, даже слова вынуть не смог, потому что это был человек потрясающей энергетики. Здесь есть, ну, очень длинная правда, здесь есть монолог Гамлета в интерпретации самого Владимира Семеновича. То есть он по пьесе Шекспира написал свою интерпретацию монолога Гамлета. Даже когда ты не понимаешь, о чем идет речь, вот этот его тембр голоса и вот эта его энергетика, она просто меня пронзала изнутри. Я в 10 лет слушал только песни, а ближе к 15 годам я там начал фильмы смотреть, вот как раз на Нового Гамлета, когда интернет появился. Что-то переписывал с видеокассет, прибегал к сестре, в общем, много у меня таких архивных материалов. Много песен о штрафниках военных, о тех, кого отправляли на гултвахту за какое-то нарушение. И очень хорошо, что они есть, потому что именно эти люди во время Великой Отечественной войны были на передовой. Именно эти люди погибали самыми первыми. Сейчас одна из таких песен прозвучит. Она как раз об этих штрафниках, которые, ребятки, они в живых практически не оставался им никто. Это те люди, которые погибали. Ну, есть вот тыл, есть передовая. Те, кто были на передовой, они практически все ушли сразу. Всего лишь час дают на артобстрел, Всего лишь час в пехоте передышки, Всего лишь час до самых главных дел, Кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час не пишем ни строки, Молись богам войны, артиллеристам. Ведь мы ж не просто так, мы ж травники, Нам не писать, считайте коммунистом. Ведь мы ж не просто так, мы ж травники, Нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, водку, ура, Своё отпили, мы уже в гражданку. Поэтому мы не кричим, ура, Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец, Кали рубив фашистского бродягу. Ты бей штыком, а лучше бей ножом, Оно надёжней, да оно и тише. А ежели останешься живой, Гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг морально мы слабы, За ним и лес, и города сожжёны. Вы лучше лес рубите на гробы, В прорыв идут штрафные батальоны. Ну, опять же, это я, как поёт этот Денис Семёныч, я честно скажу, без слёз это слушаю. Следующая песня, я её называю, она... Она и вроде как военная, но там такой подтекст всё-таки. И военная, и о любви. Называется «Рядовой Борисов», я её очень люблю. Прям вот отношения, отношения, да, как они по идее должны быть, На службе, по уставу, да, а в жизни-то оно получается всё по-другому. Рядовой Борисов, я, давай, как было делом, Я держался из последних сил. Дождь христал, потом устал, потом уже стемнело, Только я его предупредил. На первый окрик, кто идёт, он стал шутить, На выстрел воздух закричал, кончай дурить. Я чуть замешкался, не вступая в спор, Ченарик выплюнул и выступил в обор. Бросьте «Рядовой», давайте правду, вам же лучше, Вы б его узнали за версту. Нет, не узнал, был туман, узнать не мог, Темно, но не бетучий. Кто-то шёл, я крикнул в темноту, На первый окрик, кто идёт, он стал шутить, На выстрел воздух закричал, кончай дурить. Я чуть замешкался, не вступая в спор, Ченарик выплюнул и выстрелил в обор. «Рядовой Борисов» снова следователь мучил, Попадёте вы под трибунал. Я был на посту, был дождь, туман, темно, на небе тучи, Снова я упрямо повторял. На первый окрик, кто идёт, он стал шутить, На выстрел воздух закричал, кончай дурить. Я чуть замешкался, не вступая в спор, Ченарик выплюнул и выстрелил в обор. Год назад, а я обид не забываю скоро, В шахте мы повздорили чудом, Только по душам не получилось разговора, Нам мешал отбойный молоток, И вот тогда на крик души, Оставь её, он стал шутить, На мой ударом закричал, кончай дурить. Я чуть замешкался, я был обижен, зол, Ченарик выплюнул, нож бросил и ушёл. Счастье моё, что оказался он живучий, Ну а я, я долг свой выполнял. Правда ведь, был дождь, туман, темно, на небе тучи, По уставу правильно стрелял. На первый окрик, кто идёт, он стал шутить, На выстрел в воздух, закричал, кончай дурить. Я чуть замешкался, и не вступая в споры, Ченарик выплюнул и выстрелил в упор.